Лексус РХ-350 – подарок президента России Екатерине Лобышевой за бронзу на Олимпиаде в Турине в 2006 году. За рулем этой престижной иномарки Катя уже пятый год. Она единственная из конькобежцев, кто не продала подарок президента. Машина ей нравится. И даже спустя пять лет менять Лексус на что-то другое Катя не хочет. Мне приходится ездить, во-первых, всегда на тренировке на своем транспорте, во-вторых, передвигаюсь всегда на тренировочные сборы, тоже, если они проходят в Москве, тоже всегда на машине. Ну и, конечно же, по делам тоже. Со мной всегда в дороге мой велосипед, велостанок, сумка спортивная, поэтому передвигаться на общественном транспорте с таким багажом невозможно. Это мой второй дом. Водительский стаж Екатерины Лобышевой – шесть лет. Хотя, как признается спортсменка, за руль она села гораздо раньше. Училась водить на русской классике. На дороге она чувствует себя так же уверенно, как и на коньках. Ничего не боится, но старается не лихачить. Ничего не нарушаю, еду, поворотники включаю. Конечно, бывает иногда, но я думаю, все из нас не могут сказать, что они прям добросовестные водители, законопослушные. Но, по крайней мере, я стараюсь таковой быть и только в экстремальных каких-то ситуациях могу нарушить. В потоке машин знающие люди без труда заметят серебряный «Лексус» Екатерины Лобышевой. Его выделяют, во-первых, номер 003, соответствующий занятому на Олимпиаде месту. Во-вторых, буквы ОТВ. Хотя они к Олимпиаде никак не относятся, в народе эту аббревиатуру быстро расшифровали – от Владимира, то есть подарок от Владимира Путина. «Меня очень редко в Коломне останавливают. Может быть, потому что я не нарушаю ничего. Но если даже устанавливают, действительно узнают, желают дальнейших успехов в спорте, интересуются на данный момент, как я выступаю. Очень приятно, что именно в моем родном городе я немного популярный человек, что меня узнают». Полузащитник футбольного клуба Коломна тоже предпочитает ездить на иномарке. Его машина – японская «Хонда Цивик». «За рулем я где-то с 2006 года. Это по счету, что моя личная первая машина, а так уже машина третья или четвертая. Сначала брал папины машины. Все начиналось с того, что была классика четверочка. Учишься всегда на самом простом. Потом все как бы чуть-чуть повышалось. Была 99-я, десятка. Ну и потом он как бы накопил, подзаработал и взял себе уже в личный пользу сам вот этот автомобиль». Когда машины не было, Андрей ходил пешком. Но сегодня свою жизнь без нее футболисты не представляют. Удобно, можно ездить на работу и на тренировки. Кстати, по мнению Андрея, спортсменам вождение автомобиля дается гораздо легче. Они более подготовленные к стрессовым ситуациям на дороге. «Честно говоря, я этим вопросом интересовался у специалистов, у врачей. Все говорят, что реакция, конечно, у спортсменов лучше. И зрение, и реакция всего раз это лучше. И поэтому спортсмен попадает меньше в сложные ситуации, а уж тем более в аварии». Редактор субтитров А.Семкин